Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова Другим пунктом маршруту стало наведывание одного из самых пригожих и в той же час маловядомых палацево-парковых комплексов Беларуси сядибного дома «Козел Паклевских». Он уникальный по своей архитектуре – мансардные дахи, островугольные вежи, пригожие витражи. Усё это надае историко-культурному объекту особливую выразность. Реконструкция роскошной сядибы, побудованной в 1893 году знакомитым пятиарбургским архитектором Виктором Шротером завершилась и только летость. И сегодня ее дверы широко открыты для знатоков мастатства. У вазе гостей шиковные залы, холы и покои сядибы. У стыля рококо, барокко, романским. Дарыч и ни одно помешкание не повторяется под своим дизайнерским оформлением. Род «Козел Паклевских» был вельми багатым, и в их сядибе размещались роскошные предметы мебли и интерьеру, выкананные уручной вядомыми майстрами. Гэты семейные каштовности безумовно выкликали б великую цікавость у сучасного глядача, але, на жаль, яны были страшны. А тому зараз усе затекавленные у одновлений гэтага уникального объекта займаются пытанием наполнения сядибы экспонатами, які адлюстровують эпоху минулого часу. Хочу поблагодарить тех неравнодушных людей, любящих историю, любящих нашу белорусскую землю, которые нам очень-очень помогают, потому что к нам в усадебный дом приносят очень много цветов, приносят реалитетные предметы. Пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем, кто имеет возможность помочь нашему усадебному дому. Может быть, какими-то реалитетными предметами, может быть, комнатными цветами, может быть, финансово, за любую помощь мы будем очень и очень благодарны. Пресс-тур представников российских и союзных сродков массовой информации протягивается. Завтра у дельники наведают Республиканский навыково-практичный центр радиоцины и медицины и экологии человека. Там отбудется выниковая пресс-конференция Державного секретара Союзной Державы Рыгора Рапоты. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель» с Жлобинского района. Инспекция оховы працы Федерации профсоюза в Беларуси засталася задоволенная выниками проверки, которая была проведена на будовничных пляцовках Гомельской области. Ситуация по створению безопасных умов для працы будовников не дала подстав для крытыки. А кроме инспекторов, об этом говорит и статистика. Все лето означается снижение колькости выпадка у травматизму и гибели людей на вытворчасти. Александр Гамоля протягне. Объекты будовли не с дармалича самыми небеспечными, калеразмовы и деп захований здоровья и життя рабочих. В поравнании с первым кварталом минулого года все лето у першыню отрымалось от досягнуть снижение колькости тяжко травмированных людей. С 31 года – 18 выпадков. Однако на пляцовках Гомельского будовничного комбината такие факторы зведены до нуля. Строго выконывается график, специалисты мают все необходные сродки оховы. Представители профсоюзов постоянно участвуют в заседаниях исполкомов, имеют возможность нести предложения. И самое главное, что эти предложения местная исполнительная власть всегда принимает и их на практике потом реализовывается. И это, конечно, способствует и созданию условий труда на производстве, безопасных условий труда. Это влияет на профилактику производственного травматизма. И главное, что люди видят, что о них заботятся не на словах, а на деле. Все лето проверки сбоку профсоюзов станут больше масштабными, а потребования больше жорсткими. Великую увагу специалисты нададутся умовам працы. На будовнейшей пляцовце Нового Гомельского микрорайона «Шведская горка» в этом плане наракания у адрес забудовщика «Дняма». Это бытовый мобильный городок, он полностью отповедает потребованиям оховой працы. Тут рабочие могут принять душ, пообедать и навыд отпочить после змены. Первый шмат-поверховый дом у микрорайона «Шведская горка» был сдаден еще в Саковику 2014-го. А сегодня агульная колькасть домов перевышает 30. 15 из них уже заселенные. У панах забудовщика сдать до конца 2016-го еще 5 шмат-поверховок. Некоторые из них мают модификацию класса «М». Это свитшить об высокой якости материалов и сучасным внешним выгляде. «Практически здесь площадки нам выделяют. Вот последний дом мы делаем для Укса. В том году мы построили 103 тысячи квадратов. В этом году планируем квадратов 60-70 тысяч построить. С учетом того, что немножко финансирования. Но в основном это коммерческое жилье». Отповедно генплану, в микрорайоне плануется побудова специальных объектов – поликлиники, школы и детячих садов. Пакуль заявилась только продуктовая крама. Однако инвесторы лишат район перспективным. У основным – за выгодного географичного становища. Побыч рака соши – добрая экология. Прикладно 10% квадратов туда отведено под социальное жилье. Александр Гамоля, Игорь Марышенко, ТЭЛЕ радиокомпания «Гомель». Завтра специалисты Комитета по архитектуре и городу-будовнинстве Абловы-Канкама проведут у Гомеля прием грамадян и простойников юридичных особ. На парадку дня – питание архитектурной и города-будовничной деятельности, льготного аккредитования и поляпшения жильевых умов. Прием пройдет с 10 до 12 годин у Гомельским Гарвы-Канкаме по улице Советская, 16, кабинет номер 122. Протягиваем выпуск. На Гомельщине проходит месячник по добру упорадкования территории. Основные работы проводятся силами мясцового насельництва. Алексей Серов наведал «Будокошалевский район». Скульптуру женщины на центральной площади агрогородка «Широкая» местовые жахары называют «берогиней». Тяжко сказать «накольки» по спехе вязковцев, задержать миновиды от ЕЕ заступництва. Аллея вельми уже скаржится на явность проблем, тут явно не приходится. Сучастные домы по улице Андреевской у Широком заявились в 2009-м. Все лето их вырошили крыху одновить. Фарбаны были сами же хоры, и они же зарабили рамот. Теперь улица снова розноколеровая и пригожая. Мы, в принципе, здесь живем, хочется для себя, чтобы было приятно и чисто вокруг, поэтому сильно так надо, значит, покрасили. И для себя приятно планировали все равно летом его покрасить, но немножко раньше пришлось. Неких массовых акций по добропорадкованию у Широким не проводили. По великим рахунку, парадок на земле тут потребуется постоянно, а тому на протягу месяца, кажуть, ликвидовать некие дробные недохобы проблемы не складаем. Доброго парадкования – это не обовязковые некие масштабные работы. Можно зарабить ту же детячую гунявую плясовку, например, и потом потреблять ее в належном стане. Наведение парадки на земле – это, прежде всего, для самих висковцев. О наведении парадку на земле – значную допомогу оказывать под преемство и организации, але основные работы проводятся силами местового населенияства. Бюджетные сродки накеровываются на то же спиливание аварийных древ, те рекультивацию земель после взносу старых будинков, где без финансовых укладаний не обойстись. Все остальные работы у основном за кошек самих висковцев. Правда, тут уже ничего масштабного. Головное мета – зарабить населенные пункты с оправды чистыми и утульными. Уже сейчас начался такой период, когда по каталогу заказывают рассаду какую-то, выращивают, делятся между собой какими-то семенами, идеями. Сейчас очень активно уже начинается обустройство подворья охраждениями новыми. В основном это металлопрофиль в последнее время стал такой модный. Уже очень много людей приступили к этим работам. И да, планируют и покраску фасадов, и заборов, и, конечно же, обязательно цветочная композиция возле своих домовладений. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель», Будокошелевский район. По словах энтамолога, у первых кляшчей в этом году прочнулись еще у лютым. Уже у соковику 20 человек звернулись до специалистов с укусами. Пик чекается у конца этого месяца, и подрыхтоваться до этого варта уже сейчас. Кляшчей з'являются переносчиками таких захворваний, как лайн-баррелиоз и клещевый энцефалит. А до позднего можно сделать прищепку. Дякуючи вакцинации, на протягу опошних двух годов выпадка у клещевого энцефалита у «Гомельской области» не зафиксована. Зрабить прищепку можно во всех территориальных организациях «Аховы здоровья». И еще одна важная мера профилактики – выконание правил поводинов на природе. В первую очередь нужно правильно одеваться. Одежда должна плотно прилегать к телу, максимально закрывать открытые участки тела. Поскольку клещ движется снизу вверх, поэтому штаны, брюки нужно заправлять носки. На ногах должны быть резиновые сапоги. Одежду следует обрабатывать репеллентами, химическими средствами отпугивающих клещей. Коли вы все-таки подшапили клеща, необходимо его выдалить. Захапить насекомое, якмага ближе до ротового аппарату. Павернуть супраць руху годзинной стрелки и вытягнуть. Место укусу прадезинфековать. Каб доведаться, если был клещ зараженный инфекцией, его нужно обследовать. Процедура проводится у областных центра гигиены, эпидемиологии и грамадского здоровья. До новинок культурного життя региона. На душевную размову же хороу Калинковича запросил на пэл на самый народный коллектив нашей краины. Вось уже 25 годов ансамбль «Бяседа» радует прихильников и дает новое життя народной песни. Як примали артистов у Калинковичах, доведались корреспонденты телеканала «Мазэр». Ансамбль народной музыки «Бяседа» – один из днём многих коллективов, кто может похвалиться аншлагами в любом городе. Вось у Калинковича квитки на концерт были раскуплены яше за два тыни. А значит, некольки сотню месту в районном центре ульного часу оказались заполнены глядачами, захопленными поглядами и открытыми сердцами. Выкональницкое мастерство, зладженность и высокий профессионализм – визитная картка коллективу. «Любовь к своему делу, которым мы занимаемся, любовь к народной песне, к нашему национальному искусству, к нашей культуре – вот это, я думаю, основная такая позиция, которая и держит нас всех, потому что мы любим своё дело, мы любим белорусскую народную песню, у истоков которой стояли наши родители и наши бабушки, дедушки». Беседы знайомец-слухачоу с оправданными жамчужинами музычных спаршинных разных регионов Беларуси. И каждый надае оригинальное неполторное гучание. Керовник ансамбля Леонид Захлевный и его солисты упыльненные. Самая великая падяка для музыканта, коли, обвешаючи песню, про ее кажуть народная. Я не могу отзнашать альбо жартованную, альбо некую лиричную, балладную. Я велию люблю белорусскую песенную творчость. У каждой области, у каждой регионе Беларуси белорусская народная песня звучит по-розному и мает шмат вариантов, потому что я люблю усе песни, которые спевает наша синяя вока Беларусь. Катерина Юрченко, Светлана Грудькович, Аслав Праписнов, телеканал «Мазир» специально для телерадио-компании «Гомель». У студии телерадио-компании «Гомель» идёт активный здимочный процесс. Телевикторина для школьников «Эрудит-пятёрка» сбирает десятиклассников, чтобы выявить чемпиона среди гимназий и средних школ в области. Семый сезон гульня у серый десятиклассник пропонует юным и допытливым натиснуть на кнопку и залечить на рахунок своей команды лидерские баллы. Первый отборочный тур собрал за гульнявыми стойками выхованцев Центра творчести Чигуночного района и десятиклассников с 36-й гимназии города Гомеля. Другая гульня объединяла уже данные перемоги интеллектуалов с Духовно-осветницкого центра при храме усих смуткучих радостей и допытливых юнаков с 15-й гомельской школы. У финальных гульнях серый команды с гимназии имя Янки Купалы, Центра творчести детей и молодей города Мазыра вели интеллектуальную баталью с юнаками-гомельчанами с 46-й гимназии. Тут лик оказался уперовагу Мазыран. Чемпионыш выявила пятая заключная гульня, где сустрелись знаутцы с Центра творчести Чигуночного района и десятиклассники с 56-й гимназии города Гомеля. За выниками серый десятых классов саджится по пятницах на телеканале Беларусь-3 у программе «Эрудыт пятерка». Игры у нас абсолютно равные. Вот я сейчас не помню по съемке, чтобы у нас одна команда вышла и начала громить другую в пух и прах. Очень равные игры. Буквально на последних секундах выхватывают победу. Ну, я думаю, смотреть это будет интересно. Если нашим режиссерам это понравилось, то зрителям уж понравится тем более. И на этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. До новых встреч у эфиры. Продолжение следует...